Доброе утро! Мы отвели детей. Сейчас хотим пойти сразу в магазин и закупиться продуктами и потом уже дома заниматься делами. Потому что возле фонтанчика. Рома решил попить воды. Пойдем дальше. Мы уже вернулись. Покажу, что купили. Купили, как обычно, сосиски. У них обычно на завтрак. Сок яблочный. Батон. Печенька. Перец взяли. Купили уксус. Купили молоко. Теперь у нас в холодильниках в таких бутылках. Молоко, а не в пачках. Мороженое. Мороженое евро стоило. Пять яблок. У нас же в пятницу фруктов в день. В школе нам нужны фрукты. Яйца. Пашки в еду. Макарошки. Йогурт. И взяли еще большую бутылку воды. И все это вышло на 12.39. Вот так. Мы забрали уже девчонок. И перед тем, как пойти за ними, я подготовила все для соте. То бишь, я поджарила мясо, лук, морковку, перец, помидорки, ну и сами пложаны. Вот. Сейчас надо все это немножко давать воды, специи и тушить. Где-то 20-30 минут. Вот. В общем, я готовлю по рецепту из интернета. Если получится вкусно, я поделюсь им. Обязательно расскажу. Если не очень, тогда и нет смысла рассказывать. Вот. Так что, вставлю сейчас все это дело. И будем обедать уже скоро. У нас тут все кипит, скворчит и безумно вкусно пахнет. Все. Аромат балкенный. Жду пока. Приготовиться на маленькую щелочку. И ждем, 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 чтобы уже пообедать. Вообщем, в децентре. Очень и очень, очень вкусно получилось. Прям очень. Ну и там расскажу, я готовила. Кушаем. У вас уже вечер. Я уже приехала с курсов. Сегодня они были меньше. Сегодня были всего лишь час. Пока я занималась, Рома погулял с детьми там рядышком. Потом я вышла, их забрала, и мы поехали домой. Он еще остался. У него еще это полчаса осталось до девяти. Вот. Мы добрались домой. Сейчас я им, они попросили чаечек, делаю чаечек. Роме приготовлю ужин. Вот. Так что будем уже готовиться к сну. На самом деле, эти дни были такие немножко напряжные, потому что сегодня мы делали тесты. Сегодня у нас надо было составлять предложения, но поскольку мы еще были немного слабоваты, она нам задала домашние задания на дом. Там слова, с которыми надо составить. Объяснила, что как. Хорошо, что с нами есть девочка, которая помогает нам все это переводить, чтобы мы вообще понимали, что от нас хотят. в принципе, как бы элементарно прочитать слова, назвать, показывать какие-то эти, а вот с предложением пока еще немного идет туго, но она на прошлых занятиях по предложениям, там, как бы, что мы составляли, но самые простые мы там составили. Сегодня немножко посложнее, потому что уже новые темы пошли, и тут уже у нас случился ступор, и, в общем, это она нам оставила на дом, так что буду разбираться, делать домашние задания, так сказать. Вот, да, вот это вот одна из моих более слабых сторон, это построение предложений. Как бы слова я знаю, именно построение предложений немного мне показывается тяжеловато. Ну, прожмемся, я думаю, в этом плане. Вот, так что мы устали, у нас сегодня очень-очень тепло, даже вчера я возвращалась, достаточно было прохладно, сегодня очень даже жарко. Вот, Роме завтра еще ехать, у него завтра два часа занятий, так что у нас все еще впереди, 16 начинается еще один курс, поэтому нам вообще не скучно получается так. Вот, и так что мы учимся. Надеюсь, скоро будет появиться результат, потому что, ну, так, пока это еще все очень поверхностно, очень тяжело что-либо сказать. Вот, так что так, я буду прощаться, всем пока.